Попасть на творческую встречу с писателем Алексеем Ивановым здесь, в Снежинске, а тем более взять у него интервью, если честно, о таком даже мечтать было как-то странно и нелепо. Ну потому что зачем мечтать о несбыточном и невозможном? Только жизнь, она о чудесах не предупреждает. И вот уже раз, и в объективе нашей камеры полный зал Снежинского музея. До начала встречи с одним из самых значительных современных писателей Это не частное мнение, об этом свидетельствуют и тиражи его книг, и рецензии самых авторитетных литературных критиков, ну и, конечно, любовь читателей, в том числе и Снежинских. В холле музея к столам с книгами Иванова выстроилась очередь. Так вот, до начала встречи остается всего полчаса, а у нашей съемочной группы времени на интервью и того меньше. Поэтому делаем выбор в пользу формата «Устный анкетный опрос». Три, два, один, поехали! Интересно, вот я беру интервью Иванова, а если бы вам такая возможность предоставилась в любое время, любой народ, у кого бы вы хотели взять интервью? Из писателей? Ой, я боюсь, что эти писатели уже умерли. Да-да-да, но чудо-чудо, чудеса случаются. Ну, если в качестве чуда, то я бы даже, знаете, не интервью хотел взять, а просто обстоятельно поговорить. Ну, я бы хотел вот с таким писателем, как Сергей Павлов. Его мало знают, это писатель-фантаст, давно уже, так сказать, сошедший со сцены, но для меня он, можно сказать, вечно живой. Я бы с удовольствием поговорил со Стругацкими. Вот хоть с кем из них. Вот мне было бы интересно поговорить, например, с Юрием Ковалем. Ну, это уже не фантаст, разумеется, но, тем не менее, я очень люблю творчество Коваля. Вот я с удовольствием бы пообщался с ним. Ну, возможно, я бы поговорил с Павлом Бажовым. Вот, ну, а там дальше в глубины столетий уже сложно погружаться. Ну, я бы так и определил писатель. Я всегда хотел быть писателем. Я, наконец-то, стал писателем. У меня нет никакого другого занятия, никакого другого хобби, никакого другого заработка. А я мыслю как писатель. Потому что писатель – это человек, который видит мир как текст. Человек, которому интереснее всего в жизни рассказывать истории. Вот я писатель. Всегда это с какого возраста? Ой, ну, сколько себя помню. Я многократно рассказывал эту историю, что однажды я нашел у себя тетрадку, на которой было написано, на треть примерно была исписана, и на опложке было написано «Три Робинсона, фантастический роман, Алеша Иванов, шесть лет». То есть вот в шесть лет я уже ощущал себя писателем, причем писателем таким масштабным, который сразу берется за роман, там не разменивается на всякую ерунду, типа повести и рассказов. Вот я всегда хотел быть писателем. Чем старше становишься, тем меньше веришь во что-то, скажем так, рациональное. Потому что жизнь, как оказывается, устроена так, что рациональное в ней не срабатывает. И рациональное оказывается более надежным предметом веры. Ну, например, в то, что все-таки все кончится хорошо. Я всегда полагаюсь на разум и полагаюсь на мнение тех людей, которые в этом решении участвуют вместе со мной. Работа, как-то ни странно. Ну, помимо того, что я всегда хотел быть писателем и тра-ля-ля, вот я человек уральской идентичности, а для уральской идентичности работа – это самое важное. Вот работа, свое дело, свое занятие – вот это и есть главное счастье. Все остальное уже номер два, номер три и так далее. Я думаю, что глупость. Даже не какие-то там злые умыслы, не корысть, не эгоцентризм, не саморебование, а именно глупость. Дело в том, что в традиционном обществе глупость была, скажем так, препятствием на пути нормального течения дела. А в информационном обществе глупость обрела новый антологический статус, она уже стала порождать некую новую параллельную виртуальную реальность, в которой нам приходится жить. И вот в этой виртуальной реальности глупость уже побороть невозможно. Вот поэтому глупость стала гораздо большим злом и не препятствием, а вот именно корнем зла. То есть в основе всех, не знаю, грехов, преступлений и ошибок в первую очередь лежит глупость. Я думаю, что адекватность. Когда человек реально смотрит на вещи, когда твердо понимает, как этот мир устроен, хотя бы в общих чертах, когда трезво понимает свое место в этом мире, вот тогда в нем вырабатывается адекватность, и он оказывается эффективным. Такой книги нету. Точнее, таких книг много. Вот выделить какую-то одну из них невозможно. Вот и, ну, в конце концов, учат не книги. Книги помогают понять то, что ты, скажем так, получил из своего чувственного опыта. Вот, но в основе все-таки эмпирический опыт, а не умозрительное знание. Наши минуты истекли, а у зрителей впереди все самое интересное. Большой разговор с большим писателем и его бессменным продюсером Юлией Зайцевой. Я предлагаю начать с нового романа «Бронепароходы», который вышел в этом году. Это обширное полотно посвящено речному флоту в годы Гражданской войны. Почему для нового романа была выбрана именно эта тема? Ну что ж, я благодарю всех, кто пришел на эту встречу. А по поводу романа, я сам происхожу из семьи речников, а и речной флот – это то, что окружало меня с детства. Сколько себя помню, я жил около Затона, в котором зимой отстаивались сюда. Все люди вокруг меня так или иначе были связаны с речным флотом. У всех мальчишек и девчонок, у моих одноклассников родители работали на теплоходах, у многих летом ходили в навигацию. То есть речной флот – это то, что мне близко, то, что мне дорого. И про Гражданскую войну и речной флот я хотел написать еще с детства. Дело в том, что в советское время больше поддерживалась тема Гражданской войны и речного флота. И тогда, например, существовал корабльный музей, канонерская лодка, назывался она «Волгарь-доброволец». Это такой большой буксир, переделанный в бронированное вооруженное судно с огромной пушкой на корме, с пулеметами, с броней. И этот корабльный музей крисировал, курсировал по Волге и Каме и постоянно летом прибывал туда, где я жил. И нас, школьников, всегда водили на него на экскурсию. Я помню, что я ходил по экскурсионным залам в трюме этого судна, смотрел диораму, изображающую сражения речных пароходов. И мне так хотелось написать историю про то, как они сражаются. Но в конце концов я вырос и этот роман написал. «Пароходы» — это исторический роман. Почему для вас была важна именно историческая достоверность книги и насколько сложно было писать выдуманных персонажей и их истории в форму реальных событий? Вообще, вписывать выдуманных героев в реальную конву — это, скажем так, большая художественная, творческая задача. Мне всегда нравится решать эти задачи. Это, скажем так, мой писательский понт. Вписать так, чтобы никто не увидел разницу между вымышленным героем и реально существовавшим. Историческая достоверность — это большой и сложный разговор. Я считаю, что в современном историческом романе достоверная должна быть атмосфера. А вот события вовсе не обязательно будут достоверными. Если человеку хочется узнать, как все происходило на самом деле, то он должен обращаться к трудам историка. А к романам писателя нужно обращаться в том случае, если ты хочешь почувствовать атмосферу этих событий. И писатель может в какой-то степени изменять исторические события, но, разумеется, только до того предела, пока не меняется структурная основа истории. Если говорить про роман «Бронепароходы», можно на его примере объяснить, как писатель вмешивается в историческую конву. Вот у меня в романе «В живых» остается великий князь Михаил Романов, которого в действительности расстреляли летом 1918 года. У меня он еще полгода прожил, там действовал. Но, в конце концов, этого героя убил тот же человек и убил при таких же обстоятельствах, то есть в полной неизвестности, без всяких свидетелей. То есть формально я никаких исторических, скажем так, утверждений не нарушил. Вот такое нарушение реальной истории, я считаю, вполне допустимым для современного исторического романа. Потому что для историка главный инструмент – это факт, а для писателя главный инструмент – это образ. Вы начали издавать серию путеводителей по произведениям Алексея Иванова, в которой на данный момент две книги – «В сердце Парма» и «Железный пояс» по книге «Хребет России». Планируете ли вы создать подобные путеводители по роману «Бронепароходы»? Там достаточно обширная география. Я – продюсер Алексей Иванов, и в 19 лет мы работаем вместе, и Алексей всегда смотрит, что пишет. То есть работа на каждом произведении начинается с целой серии экспедиций. Иногда мы проезжаем там до сотни городов и поселков. И Алексей сегодняшний день, можно сказать, отформатировал культурологическую карту России, наделал эти территории определенным смыслом. И у Алексея, видимо, тоже есть такой понт, как я сегодня сказал. Он любит не только исторических своих персонажей вписывать в какие-то вымышленные сюжеты, но и Алексей любит все свои сюжеты, в том числе и вымышленные, вписывать в реальную, связаемую, абсолютно конкретную географию. По каждому его роману можно проводить путешествия на местности. Алексей один из самых экранизированных писателей. Около семи фильмов, семь где-то или восемь сняты, да, и семь сейчас снимается. И поэтому вот его роман читает и отправляется в эти территории, отправляется в эти путешествия. Плюс смотрит фильмы и отправляется в путешествия. Ну и вот два года назад мы решили, что надо это движение возглавить. И я собрала команду с автором, и мы начали делать серию путешествий с Алексеем Ивановым. Мы написали путеводитель в «Сердце Пармы», это путеводитель по местам действия романа «Сердце Пармы». И второй путеводитель – это железный пояс. Железный пояс – это 14 автомобильных маршрутов по Уралу. Юля уже сказала, что это полноценный нон-фикшн, сделанный в формате путеводителя. Это можно даже сказать путеводитель для тех, кто не хочет путешествовать. То есть эту книгу можно читать, оставаясь дома и никуда не выезжать. Хотя все маршруты, разумеется, выверены, и все там координаты и прочие данные указаны совершенно точно. Но можно и не путешествовать, прочитать этот путеводитель, и будет полное впечатление, как будто ты в этих местах побывал и все, что надо, увидел. Но помимо хорошего языка и хорошей истории, у этих путеводителей еще есть одна особенность. Это наша с Юлей попытка, скажем так, переформатировать восприятие Урала, дать Уралу в каком-то смысле новую мифологию, новое современное звучание, что ли. Вот первый путеводитель «В сердце Парме», который по моему роману и по фильму, это путеводитель по Северному Уралу, но на самом деле это как бы поездка современного человека в мир фэнтези. В этом путеводителе рассказывается о всяких удивительных вещах, которые были на Северном Урале, которые были, разумеется, реальны, которые обыграны в моем романе и обыграны в фильме. Но и сейчас можно увидеть какие-то артефакты в музеях, увидеть места городищ, места древних битв, те места, где находили клады, и сами эти клады посмотреть в музеях. Вот традиционно Северный Урал представляют в формате православия, самодержавия и народность. На Северном Урале в 15 веке возникло последнее древнерусское княжество, княжество Пермь-Великая со столицы в городе Чердень. Ну и вот как бы считается, что Северный Урал – это такая опора русского православия, вот там священники были, вот они бесконечно крестили язычников, а язычники радостно принимали крещение. Но это же не соответствует абсолютной истории. Священники эти крестили далеко не мирным путем. Вот, например, из шести пермских епископов первых два были убиты, а третий сошел с ума. То есть на мирное крещение это совсем не похоже. И на Урале, на Северном Урале православие очень тесно переплеталось с язычеством. И вот в этот бурный мир, в эти сложные отношения разных религий и разных мировоззрений и погружается тот, кто прочитает наш путеводитель. А если с этим путеводителем он еще и поедет туда, то он увидит все это воочию. То есть задача первого путеводителя была пересмотреть восприятие Северного Урала в глазах обычного человека. То есть это не оплот православия, а место, где православие в жестокой схватке склестнулось с язычеством. И следы этой схватки остались до наших дней. А второй путеводитель, он уже, как сказала Юлия, по всему Уралу. Это 14 автомобильных маршрутов. Я думаю, что все вы слышали про такую систему маршрутов по Средней России. Она называется «Золотое кольцо». Эта система маршрутов разработана в 60-е годы и она представляет Россию центральную, Россию крестьянскую, Россию с ярмарками, с кремлями, с монастырями, с храмами, с князьями, с хоромами и тому подобными вещами. Тогда же в 60-е годы был разработан другой сетевой маршрут по Северной России. Он не получил такой известности, как «Золотое кольцо», но тем не менее он был создан. Он называется «Серебряное жерелье». Это маршрут, который представляет уже другую Россию. Россию поморскую, Россию северную, Россию, в которой никогда не было ни крепостного права, ни татарно-монгольского ига. Это Россия промысловая. Это Россия, где люди живут в деревнях при реках и морях, строят корабли, ходят в море, добывают рыбу и вообще занимаются промыслами. Не сельским хозяйством, а промыслами. То есть это промысловики, а не крестьяне. И вот такую Россию предъявляет система маршрутов «Серебряное жерелье». Но вот эти два формата России, они же не исчерпывают всю Россию. Есть, например, очень важный российский формат «Россия рабочая», «Россия заводов», «Россия промышленности», «Россия рудников», «Шахт», «Лесосек» и всех этих вещей. То есть Россия уральская. И вот система маршрутов «Железный пояс», как мы ее назвали, она как раз и предъявляет вот эту третью Россию, Россию горнозаводскую. И тот, кто проедет по этим маршрутам, он увидит ключевые точки именно заводской России, именно промышленной России. Он поймет, что такое промышленный менталитет, чем промышленный менталитет отличается от крестьянского и от промыслового. То есть первые два маршрута были все-таки государственными, а мы в частном порядке взяли и дополнили эти два маршрута до триады. Вот третьим маршрутом «Железный пояс». Вот это как бы три портрета России. Вот и третий портрет мы сделали сами по своему разумению над свой страх и риск. Но это тоже попытка переосмыслить Урал. Вот для тех, кто хорошо знает Екатеринбург, сразу скажу, что Урал, он нуждается в переосмысливании. Мы привыкли к этой традиционной фразе Твардовского, что Урал опорный край державы, ее добытчик и кузнец и так далее. Что Урал – это территория заводов. Но современному молодому человеку вот эти заводы неинтересны. Ему просто скучно все это производство. Как сделать для него Урал интересным, оставшись внутри темы заводов. И вот третий путеводитель как раз и предъявляет эту тему заводского Урала, но предъявляет ее интересно. Вот для тех, кто хорошо знает Екатеринбург, наверное, знают площадь обороны. Вот на этой площади обороны стоит памятник. Седой Урал называется. Вот это такой огромный старик с длинными волосами, с мечом. Это скульптура сделана со знаменитой картины 42-го года, написанной в Нижнем Тагиле. Картина называется «Седой Урал кует победу». Там изображен как раз вот такой старик, который на пне, как на наковальне выковывает меч. Ну, понятен смысл этой картины. Выковывает меч, то есть кует оружие для Великой Отечественной войны, а старик, потому что это старейший промышленный регион России и так далее. То есть вот эта картина, она как раз и иллюстрирует слова Твардовского «Урал – опорный край державы». Но в городе Екатеринбурге мальчишки, которые живут вокруг площади обороны, вот этого старика с мечом, вот этот памятник, они переименовали по-своему. Они его называют Гэндальф. И это очень показательно. Для них это действительно колдун с мечом из властелина колец. И это очень показательно и очень даже симптоматично, потому что для современного человека Урал с его индустриальными богатствами, на самом деле уже не промышленный регион, а это территория чудес. И вот и надо предъявлять промышленность как некое чудо. Как вот взяли кусок руды и сделали из него металл, переплавив ее через огонь. Что построили заводы, и каждый этот завод напоминает какую-то древнюю крепость, со своим прудом, со своими водобойными молотами, которые напоминают стенобитные орудия, с этими водобойными колесами, вот там с расплавленным металлом, который как зарево пожаров. Уральские чудеса – это и добыча самоцветов, когда из земли вдруг добывают вот такие сокровища. Ну и многое другое. То есть Урал в 21 веке уже переосмысляется как территория чудес. Но эти чудеса, они имеют под собой промышленный подоснову. И вот суть нашего путеводителя «Железный пояс» – представить промышленную Россию именно в формате 21 века. То есть промышленность как чудо, как приключение. Вот этому посвящен второй путеводитель. Прошу прощения за такой длинный рассказ. Мы задвинули такую лекцию, такую речу по-огромному, чтобы коротко в конце ответить на сам вопрос. Мы планируем серию путеводителей. Они будут касаться и других книг Алексея Иванова. И сейчас, например, Алексей делает документальную книгу «Речь флота». Это такая документальная, ну в чем-то. Снова бронепароходов – это история всего речного флота. А моя команда начала разработку путеводителя по «Волге». Вы когда говорили про путеводитель, это ярко, образно сказали, что можно прочитать и не ездить. У нас территория особенная такая, в качестве, может быть, идеи. Нет мыслей путеводитель по таким территориям, как нашим, на которые не каждый доедет, скажем так. И сначала нужно попасть, чтобы сделать путеводитель. Для одного-двух-то человек, наверное, скажем так, вопрос решаемый. Малдия классная на самом деле, да. Сделать путеводитель, который можно только читать, по которому нельзя ездить. К тому же мы сегодня с Алексеем первый раз в закрытом городе. И у нас много очень вопросов. И у просто человека, живущего в обычном городе, очень много вопросов. Уйти на везение института и быть без телефона, например. Мы сегодня провели два часа на музее. Там очень повезло. И чувствовали себя неудивно. Вот что телефоны там, квартиры, да, там еще получается актуальные. И нужны вот обычные проводные связи. Ну, много разных вещей. Вообще, в общем, было интересно. Мы очень много бытовых вопросов сегодня задавали. Вот как чувствует себя человек вот в закрытом этом городе. Меня очень интересует феномен закрытого города. Очень интересует уральский атомный проект. И, скорее всего, я когда-нибудь к этой теме обращусь и что-нибудь напишу. Но не ждите от меня серьезного исторического романа. Там про то, как были построены там Озерский, Снежинск, там про Курчатова с его бородой. И так далее. Вот я взялся писать про пионерский лагерь советской эпохи. Да, я написал. Но у меня в этом лагере действуют вампиры. Вот я взялся писать про раскольников на реке Кержевиц. Я написал, но у меня там действуют оборотни. Если я буду писать про атомный проект, не совсем то, что называется исторический роман. Но тот, кто прочитает, он получит представление о том, что было на самом деле, какая была атмосфера, какие были главные действующие лица, какая была магистральная линия развития истории. Вот сейчас исторический роман делается так, на мой взгляд. Вот если я обращусь, то ничего хорошего не ждите. Как вы оцениваете вообще уровень современной российской литературы? Ну, если сравнить, допустим, с эпохой Шолохова, Булгакова, Стругацких. Значит, кто из современных писателей вам самому, как читателю, интересен? Вот. Кого вы больше там, может быть, уважаете, с кем разделяете там взгляды свои? И второй вопрос вообще... Потому что первый вопрос на полтора часа. Об уровне вообще как бы мировой литературы, то есть, на мой взгляд, она сильно деградирует. С чем связывает этот упадок? И как вы думаете, это необратимый процесс, или он все-таки потом вернется на достаточно такой серьезный уровень? Я считаю, что с современной литературой все нормально. Есть очень интересные авторы, есть, безусловно, сильные авторы. Есть авторы, которые очень глубоко и точно анализируют действительность, и которые останутся в истории литературы. Другое дело, что надо правильно понимать, правильно интерпретировать. Потому что относиться, я не знаю, к Пелелину, с теми же мерками, с которыми вы относитесь к Шолохову, нельзя. Вот разные писатели. Они пишут о разном. Вот они применяют разные технологии для анализа действительности. Я вот могу вам привести в пример роман Алексея Санникова «Петрова в гриппе». Читал кто-нибудь его? Конечно. Вот. Наш любимый. Вообще, в принципе, сейчас очень сложно написать роман о современности. Потому что сейчас вся наша жизнь, все наши коммуникации, в общем, все ушло в интернет. В интернете мы знакомимся, мы ссоримся, мы влюбляемся, мы договариваемся, мы спорим. Все происходит в интернете. А в реальности человек просто сидит перед экраном или с телефоном в руках, и ничего не происходит. Он ничего не делает, он не встает со стула. Мне один продюсер как-то жаловался, что сейчас очень сложно снимать детективы, потому что весь фильм люди просто ходят и говорят по сотовым телефонам, а в конце фильма на кого-то надевают наручники. А где мордобой? А где погони? А где супружеские измеры? А где убийство? А где кражи? Ничего этого нет. То есть вся драматургия и действия ушла из нашей современной жизни. Она ушла в интернет. И поэтому очень сложно писать роман о современности, потому что, в общем, и современность – это сидение в телефоне. И вот Алексею Замикову удалось написать роман о современности, причем он поднял очень важные смыслы. И далеко не все читатели эти смыслы считывают. Дело в том, что вот как у нас появились вот эти вот способы, средства коммуникации, у нас изменилась общественная этика. Раньше она была одна, а сейчас она стала другая. И вот Замиков в этом романе, в «Петровой грибе», он та общественную этику, которая у нас сформировалась в сети, он как бы выносит ее в реальный мир. Из виртуального в реальный. Вот эти герои, «Петровы», они в реальной жизни живут по тем этическим законам, по которым мы все с вами живем в социальных сетях, то есть в нашей обычной коммуникации. А напомню, для тех, кто не читал, он описывает обычную семью, каких-то там обывателей, которые абсолютно ничего из себя не представляют. Вот, но это семья маньяков. Муж когда-то убил своего лучшего друга, застрелил, жена время от времени ходит на улицу, там и режет тех, кто кажется ей агрессивными. Но во всем остальном это абсолютно нормальные, социализированные люди, абсолютные обыватели. Они там заботятся о своем ребенке, они думают о зарплате, вот у них какие-то бытовые дрязги бесконечные, гриппом они в конце концов болеют. То есть обычные рядовые серые люди, и в то же время они ужасные маньяки. Как такое совмещается в человеке? А вот оно и совмещается, потому что мы сейчас все живем в виртуальной среде. Вот подумайте, как мы общаемся друг с другом в интернете. Вот мы же, например, знаем, что словом мы можем убить человека. Вот, и мы легко это слово произносим, мы легко убиваем. Приносим человеку огромные страдания, вот просто так, потому что, ну, так нам хочется, так подвернулись обстоятельства. Мы так считаем. Вот, и принося огромные страдания другим, с легкостью принося, мы не перестаем быть культурными людьми, мы не перестаем быть воспитанными людьми. Как вот так получается? Ну, вот как-то вот так вот жизнь складывается. И вот Сальников, вот этот парадокс нашей жизни, когда мы одновременно и воспитанные люди, и чудовище, он вытаскивает на поверхность, предъявляет в виде обычного сюжета. Вот попробуйте написать роман о современности, такой же глубокий, как роман Алексея Сальникова. Это очень сложно сделать, и, на мой взгляд, роман пойдет в историю литературы. Вот, но все ли читатели поняли то, что хотел сказать Сальников? Все ли критики растолковали интенцию Сальникова правильно? Глубоко сомневаюсь. И обычный читатель, прочитав Сальникова, скажет, да, ну, ерунда какая-то, какие-то Петровы, какой-то гриб, какие-то маньяки, чушь, и книжку отбросит. А книга очень значительная. И во многих других ситуациях мы относимся к писателям и их произведениям пренебрежительно, не пытаясь их понять, интерпретировать, вписать в окружающую действительность, посмотреть, как они коммуницируют с нашей жизнью. Вот, и поэтому нам кажется, что никто ничего особо умного и значительного не пишет. Пишут, только надо понимать. Большое вам спасибо за ваш труд, за внимание к слову, краю нашего, вот все северно, северный Урал. А не хотите поближе познакомиться с южным, южным нашим Уралом Аркаим? Ваша цитата была легенда об Аркаиме больше, чем сам Аркаим. Обидно. Очень надеемся, что вы развернетесь и вот пробьете что-то наподобие сердца Бармы про Аркаим. Знаете, я очень люблю южный Урал. Я обожаю Оренбургские степи. Для меня это было просто открытием. Мне, например, кажется, что Челябинская область и в плане разнообразия ландшафтов, и в плане разнообразия истории, и в плане туристского потенциала, это самый выгодный регион Урала, потому что здесь есть практически все. Вот, может быть, ну, точнее, не может быть, а рано или поздно я обязательно что-нибудь напишу про Южный Урал, то есть про Челябинскую область. Меня интересуют, например, самоцветные лихорадки на Эльменах, интересует история золотодобычи, золотые лихорадки. Особенно после того, как появилась советская власть, вот как ни странно, золотая добыча при советской власти, все равно оставалась частной. Это удивительный факт, но, тем не менее, он имел место. Ну, мне нравятся и другие истории, связанные с Южным Уралом. Но вот про Аркаим, скорее всего, я писать не буду. Я не знаю, почему вас обижает то, что миф об Аркаиме больше, чем сам Аркаим. Мне кажется, так оно и есть, потому что сам по себе Аркаим – это удивительный исторический памятник, одно из главных археологических открытий XX века. И значение этого памятника никто, и я в том числе, разумеется, не отрицает. Но вокруг этого памятника, смысл которого понятен только специалистам, накручена вот этой, ну, попросту говоря, народом. Такая своеобразная мифология, которая сама по себе может являться объектом исследования культуролога. И то, что такая мифология существует, естественным образом она родилась, пусть там из народного невежества, из каких-то суеверий, из каких-то вещей там натасканных из телевизора, тем не менее, то, что она родилась, это свидетельствует о том, что народ жив, народ, в меру своего разумения, интересуется, о реальной истории. И, разумеется, этот культурный феномен своим появлением обязан великому открытию археологов. Мне кажется, это вещи, они не конкурируют друг с другом, они живут параллельно, питая друг друга и экономически, и духовно. И оба этих явления достойны очень глубокого изучения, и равных им, наверное, нет в истории современной России. Но, кроме того, вот эта вот наивная народная мифология, как ни парадоксально это звучит, она, по сути дела, поддерживает серьезное научное исследование, потому что привлекает поток туристов. И сегодня Аркаим — это две составляющих. Вот есть люди, у каждого свой миф и своя мечта, связанная с Аркаимом, но это позволяет этой территории получать какой-то бюджет на ведение уже серьезных научных исследований. Поэтому тут все очень гармонично существует. Знаете, это можно подобить Стоунхенджу в Англии. Там в Стоунхендже такие же огромные толпы посетителей, как и в Аркаиме. И три четверти этих посетителей какие-то сумасшедшие. Кто из них питается энергией Солнца, кто-то из них, значит, впитывают энергию из Земли, кому-то нужно солнцестояние, кто-то видит там сооружения инопланетян, кто-то видит следы древней цивилизации Атлантов. То есть все эти безумцы едут посмотреть на Стоунхендж. Но они везут деньги. И на эти деньги может существовать туристический комплекс. И ученые, которые, разумеется, плевали на все эти выдумки, и они занимаются своим профессиональным делом. Но ведь им нужно какое-то финансирование. И вот это финансирование дает такое народное, не совсем адекватное отношение. Не совсем адекватное, но тем не менее, любовное. Мне кажется, Аркаин должен радоваться, что вокруг него такой миф создан. Пусть ученые даже не понимают, что это все будет пустить. Как сказал герой новоизвестного фильма, все уже давно украдено до нас. Если обратиться, например, к Голливуду, то мы увидим, что там идут уже сплошные повторы, сиквелы, приквелы и так далее, повторы сюжетов. Вот интересно, как у вас рождают все сюжеты? И возникает ли у вас какое-нибудь чувство, что, например, это уже было, и вы повторяете что-то чужое? Не боретесь ли вы с этим как-то преодолеваете? Спасибо. Знаете, я не филолог, я культуролог. Кто там высчитал количество сюжетов? Оно невелико, оно исчерпаемо. Там 30 с чем-то их, что ли. Все остальное – это перебивание одного и того же, одного и того же. Ничего страшного в этом нет. Дело ведь не в том, является это повторением сюжета или не является. Дело в том, что как ты рассказываешь свою историю. Ты можешь рассказать историю по сюжету совершенно тривиально, но рассказать ее так, что читатель, слушатель просто не оторвется. Так что это ощущение повторяемости, не страшно, это не катастрофа. А по поводу сиквелов в Голливуде, там совсем другая история. Там же зарабатывают деньги. Вот таким образом зарабатывать деньги проще. Вот и вся причина появления такого количества сиквелов. А как у меня появляются сюжеты? Это сложно описать, всякий раз бывает по-разному. Но если как-то обобщать, то можно сказать следующее, что в принципе любой сюжет рождается из какой-то маленькой истории, с которой я столкнулся в жизни. Но нужно от этой истории две вещи. Первое, чтобы ее можно было как заархивированный файл разархивировать в большую историю. А во-вторых, эта история должна позволять мне говорить о том, что для меня важно, актуально и, скажем так, больно именно сейчас. Вот если такой сюжетик позволяет сделать эти две вещи, то тогда он ложится в основу романа. Вот так у меня получается практически всегда. Ну, что мне привести в качестве примера? Ну, вот, скажем, написал я роман «Ненастья». Вот, роман про сообщество афганцев в 90-е годы и в начале 2000-х. Откуда этот сюжет взялся? Просто я услышал о том, что афганцы в Екатеринбурге как-то раз захватили две пустые новые высотки и заселились в эти высотки вопреки желанию власти. То есть когда-то власти пообещали эти два дома отдать под заселение афганцев, потом свои обещания нарушили, и афганцы селком эти высотки захватили. Они там поселились вместе с женами, с детишками, там обмотали эти дома колючей проволокой, выставили дозоры, караулы вооруженные, кто бутылками с горючей смесью, а кто даже автоматами. И вот какое-то время ввели такую оборону, защиту этих домов. Два года. То есть два года на окраине Екатеринбурга стояла гражданская крепость, которая сражалась со всем окружающим миром. Вот этот сюжетик маленький можно развернуть в большую историю. То есть можно задаться вопросом, а кем были эти афганцы, а как они захватили, у них же должна была быть какая-то организация, для того чтобы это провернуть. А что с ними было дальше, а какие судьбы этих людей, а какие у них были убеждения, благодаря которым они смогли объединиться и так далее. То есть в этом маленьком сюжете про захватывают высоток содержится огромный потенциал. Вот его можно развернуть. И я понял, что из этого можно сделать роман. Но нужно, чтобы роман отвечал на какие-то вызовы времени, которые актуальны именно для меня, именно в ту эпоху. И для меня тогда важен был вопрос экзистенциального тупика. Что это такое? И вот я написал роман, в котором все герои так или иначе попадают в экзистенциальный тупик. Это ситуация, когда человеку находиться в этой ситуации невыносимо, а выйти из этой ситуации невозможно. И что человеку делать, когда он в эту ситуацию попал? В этой ситуации тупика находится лидер афганцев из моего романа. Вот он проповедует афганскую идею. Вот он за эту идею там отсидел в тюрьме. И выйдя из тюрьмы, он понимает, что идея не работает. И что ему делать? Отказаться от идеи, предать себя. Или продолжать исповедовать эту идею, но тогда его убьют враги. И все герои так или иначе попадают в этот экзистенциальный тупик. И даже вот эти высотки захваченные, это тоже экзистенциальный тупик. Потому что что делать тем людям, которые заселились в эти высотки самовольно? Им не дают ордера. Они не могут получить прописку. Без прописки они не могут устроиться на работу. Они не могут устроиться в больницу. Они не могут детей отдать в садик или в школу, потому что нет прописки. Вот эти люди просто сидят в домах и начинают пьяствовать. Что им еще делать? Начинают заниматься каким-то мелким бонетизмом. Вот в конце концов это разлагает их сообщество. И вот они как раз попадают в ситуацию экзистенциального тупика, когда находиться невыносимо, а выйти невозможно. Выйти из экзистенциального тупика можно только тогда, когда ты преодолеешь себя. Не окружающие обстоятельства, а именно себя. Тогда и появится выход из этого тупика. И в принципе вся наша страна, тогда, когда я писал этот роман, осознала, что 90-е годы это и были ситуации для страны и для общества такого экзистенциального тупика. Когда мы поняли, что жить так, как мы жили в 90-е, невыносимо. А выйти из этой ситуации невозможно, потому что каждый перебет под себя. И вот пока общество не скажет себе, что хватит, мы больше не будем так жить, а не переделает само себя, оно из этого тупика не выйдет. Вот этот тупик я назвал ненастьем. Вот все мои герои так или иначе попадают в ненастье. И сообщество, и частные люди, ну и в конце концов вся страна в 90-е годы попала в ненастье. То есть я написал роман о переосмыслении 90-х годов. И переосмыслить мне позволил вот этот маленький сюжетик про захваченные высотки, который мне там случайно в жизни подвернулся. Я работаю с детьми, и мне кажется, что дети, ну, они мало читают. И мне мои дети сказали, что Бажов, он ужасно устарел, и вообще это все скучно. Планируете ли вы что-нибудь написать для детей современным живым языком, чтобы, может быть, зацепить их нашим муралом, заинтересовать? Ну или вообще историю России? Спасибо. Ну, про Урал планирую, но будет ли это для детей, не уверен. Я вообще не пишу для детей, я пишу для взрослых. У меня есть один роман, который можно читать детям, это «Пищеблог». Ну, это, скажем так, исключение. Вот, а про Урал, да, я буду писать так, чтобы люди, которые прочитали, поняли, что Урал – это интересно. И Бажов – это ни в коем случае не устаревшая вещь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ